ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Дороги в России больше не являются бедой, по крайней мере федеральные, об этом заявил глава Минтранса Максим Соколов. По его словам, в 2017 году был достигнут рекорд в части приведения в нормативное состояние федеральных автотрасс 80%. Стопроцентного результата стоит ожидать к концу 2018-го, о чем ранее говорил руководитель Росавтодора Роман Старовойт. ТРАССА 101 В ушедшем году бензин в нашей стране, по данным Росстата, подорожал почти на 7,5%, дистоплива почти на 10%, инфляция при этом достигла уровня 2,5%. Что будет с ценами на горючее в 2018-м? Большинство экспертов сходятся во мнении, что ситуация повторится. Правда, с одной оговоркой, до президентских выборов в марте роста, скорее всего, не произойдет. ТРАССА 101 Министерство внутренних дел заявило, что в этом году продолжит бороться за наведение порядка на дорогах. Ведомство намекнуло на то, что может появиться закон о более строгом наказании за несколько одинаковых нарушений ПДД подряд. Эксперты полагают, что речь идет о лишении прав после трех грубых нарушений. Законопроект уже принят в первом чтении. Киарио стал самым покупаемым новым легковым автомобилем в России в 2017 году. На втором месте оказалась Лада Гранта, на третьем – Лада Веста. Также в первую пятерку попали Хёнде Солярис и Хёнде Крета. Всего за прошлый год наши соотечественники приобрели почти 1 миллион 600 тысяч новых авто, что на 12% больше показателя 2016 года. Власти Франции готовятся ужесточить наказание для водителей, которые разговаривают за рулем по телефону. Если сейчас за это полагается штраф в 135 евро, почти 10 тысяч рублей, то в перспективе будет лишение прав. Кстати, телефонная болтовня сейчас чревата для французского автомобилиста и снятием трех баллов, всего их 12. Замечу, что бальная система для водителей может появиться и в нашей стране. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания.